здравствуйте друзья сегодня кажется 31 марта вот а на сибири апрель это начало весны вчера растаял лед вот здесь был еще хрумкал и началась весна так как она выглядит на практике пока все спит лужи не уходят потому что земля промерзшая здесь у меня сделано так что луж практически нет я вам еще на вебинаре он будет завтра понедельник сегодня воскресенье и еще раз покажу что значит холмы которые спасают прежде всего вот такие вот груши и абрикосы сейчас в россии я уж не говорю про другие страны там тоже проблем хватает в лужах стоят миллионы и миллионы деревьев и гниют как легко гниют вы можете убедиться здесь груши боятся сырости как огня это мой афоризм вот видите вот не дай бог подопревают быстро я заметил что здесь холм просто плохо видно и вода скатывается вот сюда и вот туда и туда не уходим соседям заброшенный сад и так я как всегда отвлекся и так тема инфицирования поехали значит абрикос вот это серафим супер я его еще не называю у меня есть один который стал супером но это только один это просто абрикос как я его преображаю сейчас привет осень кто-то из вас может взять на заметку ага осень я вас прошу а какие были плоды у меня же не скажем году все крупнее пока рекорд мы перекрыл макаров сан иванович у него мои серафима уже 70 грамм мои пока еще 50 но по идее не должны быть больше но вот посмотрите видите мертвая прививка она пытаясь практически мертвая вот вторая прививка просто мертвая вот что там на них написано название супер сортов так третья прививка вот она видите и наконец главная прививка это один из лучших сортов венгерах слив во всем мире вот родина украина они уже были плоды я вам показывал осенью прошлого года как повлияет не знаю я пока вижу что дерево а он еще одна мертвая прививка видели еще одна так вот дерево чувство себя плохо испортили ли прививки потеряла ли на морозостойкость когда привал неизвестно что может да может нет а может просто я сгубил потому что я с ней брал веточки на прививку и мог искалечить дерево переборщики вот видите это я брал на прививку ладно проехали это пока кот мешки но каждый год и открываю фактически новая сорта и так ждем значит предсказание плоды должны быть у серфима 60 70 грамм посмотрим вот это поинтереснее а дальше пойдем по кругу и вы увидите такие чудеса перед вами академик но казалось бы академик уже улучшить невозможно ясно вот а вот друг белочка висит что же это за белочка присылает мне а я запомнился не могу зомбо кот и те которые прислал говорить плоди на ней 150 грамм а у академика 120 грамм вот было может и 130 но не каждый же плод висит и вдруг 150 тогда получается что а вот эта прививка 150 граммового инфицирование говорю которая распространится вот на это на это на это вот они цветочные почки получится ли укропнение академика дальше за 120 грамм не знаю вы меня потом сами напомните а константинович пришла осень а ну ка давайте ходите вокруг этих этих же деревьев и показывайте нам чудеса сбылись или нет но сам джумба кот пришли прививки в ужасном состоянии полудохлая одна чудом прижилась получился вот такой побег что я сделаю я вот здесь вот вместо что просто подкоротить его чтоб отдал веточки я вот это вот этот чередочек я возьму и привел на другой дерево у меня будет еще один вариант а вдруг она помрет куда я знаю ближайшую резину все-таки джумба кот это юг а он привит на академика академики извините это не тот еще подвой академик привит на морозостойки сверх морозостойку манжурский абрикос манжурский абрикос академик джумба кот может все это теперь имеет морозостойкость именно манжурцы посмотрим и так ждем чудо и укропнение еще академика и подношение джумба кот она наверно не в этом году в этом году я только возьму еще черночку тут вот и у меня будет запасной вариант вот ладно идем дальше где бы инфицирование закрыть следующем прививаю прививки мертвы дерево преображается подчеркиваю прививки мертвы а маточное дерево на который она привита преображается вот следующее поколение показываю вам не поколение у меня черный абрикос еще не плодоносил вот ну поверьте у него на набирка вот туда на ней написано черный абрикос вот прививки одна мертвая видите я так как бы с гордостью говорю я не виноват я умею привать если не прижилось то не по моей вине по моей ошибке нет это значит что она несовместима биологически вторая прижилась смотрите и мало того заложил а что там в данном случае меня это не колышет хотя наверняка что-то из новинок вот это вот заплодоносие тогда я прочью название сорта ладно но в чем чудеса теперь она не похожа на классический черный абрикос черный абрикос это гибрид а лучи черный с просто абрикосом получились темно-бордовые плоды ну и назвали красиво черный абрикос есть черный принц есть черный бархат и то и то у меня прошло черный принц украинский не выдержал мне не было времени дублировать дублировать сейчас был бы жив обида страшная но когда бы я все успевал я же не институт мне не прислали института как мичурину прислали помощника профессора вот как и заодно видимо и как надзирателя вот и конечно и рабочие руки у него были и дело пошло но я себя сейчас сказал что я же не мичурин мне никто помощников не дает денег не дает и вот одной из причин я потерял черный принц который у меня уже у меня есть фотографии гордо два года у меня плодоносил а потом умер а диражировать не было сил вот и кстати когда я упоминаю мичурина потом кто-то с презрением пишет тоже мне это как и как тоже мне новый мичурин но это так уже знаете не всем же я нравлюсь ладно и так преобразилось дерево теперь оно почему черный был стал не черный то есть стал непонятно изменились почки видно же что это совершенно другое дерево что могло повлиять вот это инфицирование вот оно вот следующий пример чем больше фактов тем лучше сейчас вот два ярких факта у меня каждое дерево чудеса хотите пожалуйста вот 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 это будет ветка ей уже два года мощная ветка я еще и тиражировать буду видите я уже срезал не для того чтобы вам продать вот и еще на это как говорил этот самый помните попадок забирай все деньги еще нарисую вот я еще напрививаю и у меня чудес прибавится потому что я пытаюсь преобразить синюю венгерку в розовую за счет прививок на абрикос у меня начинает получаться у чернобаева с первого поколения получилось а у меня уже тоже первое поколение но оно пока еще не розовое только розовыми пятнышками интересно посмотрим следующее дерево очень интересно вот такие вот это королевский так прекрасное дерево плоды были на нем где-то грамм 60-70 это нормально это соответствует даже справщикам и вот я на нее умудрился привить тот самый тот самый пёс великий это была первая самая удачная прививка наросла вы сейчас не смотрите на эти на грибы что поделать вот ветки скалеченные покрываются грибами только почему-то специалисты в кавычках специалисты об этом не знают и требуют бороться не с это не с этим самым не со зверскими обрезками требуют бороться с этими с грибами вот даже не понимая что творят так вот эта ветка сейчас мертва вот два года она была покрылась цветочными почками это петр великий я ждал чудо урожая у меня в этом году есть цветочные почки на нескольких прививках но это самое моя цена оказалась безнадежно пропасть то есть через два года она просто взяла и не проснулась я называю это биологическая несовместимость но что случилось а случилось следующее видите я так понимаю что гены от этой прививки мертвой два года жила пошли сюда 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 и вдруг королевский стал укропнулся полтора раза то есть стал сто граммовый вот случайно нет осенью ну это даже не осенью в июле сказать Константинович пройди этим же маршрутом один два три четыре пять и покажи что из этого получилось единственный враг у меня это весенние заморозки ну посмотрим 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 так здесь у меня першики укрытые вот мало ли нервы не выдержали вон еще а вон там еще часть укрыл не все часть укрыл вот те которых не укрыл им уже по 6-7 лет третье поколение 6-7 лет и они на них уже появились черные нет появились сухие ветки живы все с цветами жду урожая и все таки сухие ветки ну что система почти закрыта она называется инфицирование вот есть она близкая к теме ментора вы можете посмотреть что такое ментор это почти одно и то же только знаете когда говорят ментор обычно имеют ввиду качество подвоя переходит привою например морозостойкость меняется плоды привоя но и то что называют селекция наоборот качество привоя попадает подвою вот вот и тогда чудес удваивается потому что процесс взаимный раз но это мне с казахстана звонят извините друзья все равно сейчас два слова скажу дружище привет я заканчиваю снимать фильм еще пять минут ладно так это я все таки решил предпочитать вас этого фильма ну примерно такие же вещи творятся тут вы знаете как трудно новые сорта внедряется вот когда несколько поколений это уже научный подвиг это научный подвиг вот пожалуйста прижилась прижилась вот это основное дерево да вот это вот это мраморное я на ней привил и пошла и уже отрезал бураковка и вот этот товарищ который мне прислал помню уже ничего не помню даже имя фамилию забыл последняя цифра телефона 03 да вот привет дружище ты мне прислал вот тот самый джумбокот 150 грамм якобы до конца не верю но кажется проверю а вот это вот бураковка или бураковская это груша с это с красной мякотью красное мясо вот а мне не только это интересно вот я привил да привил мне интересно аж как она повлияет на основной штамп то есть на 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 мраморную на мраморную интересно же один пример да дальше значит дальше дальше где то здесь у меня ага вот 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 видите не все прививки это капризные вот прижилась еще одна читаем бураковка о привет дружище вот уже третий вариант вот это и это еще не все вот а у меня есть такая это груша вот она она называется лютневая мне ее прислал когда-то царство небесное чернышов мой друг ученый из Саратова Валерий Петрович как зимнюю одна из лучших зимних груш а она у меня стала летней почему ну я догадываюсь что ее перестроила по двое в виде дикой уссурийской груши она летняя она мощная и она наверное ее переделала ну а дальше как обычно пробовал еще ее перепривить еще что были варианты но как видите еще раз говорю первое поколение внедряется со страшным трудом страшным вот ну еще пару минут в троечку походим по саду интересно пошел пошел дождь смешно да если вот видите капли дождя блестят пошел дождь это приятно в небе ну что это такое может быть небо против того чтобы я вам такие лекции читал вот интересная прививка что мне интересно вот эта прививка а сюда пошла висела штуки 3-4 огромные груши но они не дотягивали до 500 и больше грамм но 300-400 были и вторая ветка сюда пошла вот и тоже было 3-4 огромные груши как оно выдержало а вот как одна подвязка и другая вот смотрите вот 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 она только поэтому и выдержала значит вообще это бы развалилось вот чему я это опять упрямая вот мертвая я хвастаюсь этим дерево преобразить очень сложно но если у меня пошла в это самое и сразу и сразу сразу на второй же год заплодоносила именно гигант подмосковья вот а привита она знаете на что смотрите чтоб не было шуток на лесную красавицу лесная красавица это 300-400 грамм на молодом дереве плюс супер вкусная а это я взял на это второе место занимает по крупности я привил еще ту которая первое место занимает по крупности чего я хочу чудес вот ну что прощаемся до осени сейчас мне с казахстана позвонили вот есть такие люди необычайные необыкновенные иван федорович позвонил вот я его называю казахстанский дежурный по казахстану заместитель железова а кирилл фамилия заместитель железова по казахстану потому что и ну вот видите это уже кто-то другой ну что заканчиваем разговор посмотрели на эти на сеянцы мои вот они вот тут высотой за десять метров в пятнадцатом году посеяли семенами все пока